Белорусская водная гладь Река Днепр и Сош они непостоянны и в период половодия разливаются до полутора километров. Так как у нас катера разные, то в принципе мы имеем возможность охранять границу и в период половодия и в зимнее время. Для государства, не имеющего выход к морю, наличие так называемой водной границы явление новое и не совсем привычное. И если местные жители Лоевского, Брагинского, Хойникского и части Гомельского районов уже знают все нюансы своего местоположения, то заезжие рыбаки и любители отдыха у воды из-за незнания или собственной оплошности зачастую попадают в просаг. Такая встреча с пограничниками на Днепре – обычный порядок. Будьте готовы к этому. В эти благодатные места круглый год едут рыбаки со всей страны. Если человека заблаговременно предупредить о том, что у нас имеется пограничная зона, пограничная полоса, регламентирующаяся такими-то документами, то человек, который туда пребывает и знает, что он может быть как физлицо, передучен к административной ответственности, то попутно в ходе опроса, если выяснится, что он работает в какой-то трудном коллективе, неважно, в Минске, в Витебске, в пределах Республики Белорусска, то мы готовим информирование на директора трудного коллектива по факту проведения практической беседы в отношении его сотрудников. Если собираетесь посидеть с удочкой или позагорать у реки, по которой непосредственно проходит линия границы, а эта территория является пограничной полосой, то необходимо обратиться с заявлением в Гомельскую пограничную группу. В течение пяти рабочих дней вам обязательно ответят с решением выдавать или нет специальный пропуск. Если же ваши планы территориально шире и касаются пограничной зоны, ее пределы определяют местные органы власти, тогда действуем немного иначе. Для ее посещения в любом отделении банка уплатите госпошлину. Данная квитанция действительно на протяжении года. Эти правила установлены для граждан Белоруссии, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь. Кроме того, действует заявительный принцип – о ваших планах проинформируйте сотрудников пограничной службы. И, конечно, не забывайте о паспорте. Ответственный подход к делу обеспечит вам отличный отдых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова